Британка Рос Дэвис раньше разрабатывала дизайн одежды, потом основала свою студию креативного пошива. А когда началась эпидемия COVID-19, то ей пришлось кардинально пересмотреть свой бизнес. Сначала она переключилась на производство спецодежды для врачей, затем в ассортимент добавились и обычные маски для лица. Она говорит, что правительство Великобритании не издавало каких-то жёстких правил по поводу того, какой должна быть маска для простых обывателей. «Это просто материал, он эластичный, его легко стирать и использовать повторно по сравнению с теми, на которых есть разные фильтры. Мы ничего не усложняем, мы можем делать их больше или меньше, можем делать для мужчин, женщин, детей и младенцев». Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить трёхслойные маски с водонепроницаемым внешним слоем. Она также рекомендует мыть руки перед тем, как надеваешь и снимаешь маски. Учёные отмечают, тканевые маски не защищают от COVID-19. Такую защиту могут обеспечить только маски типа N95. Но на этом консенсус заканчивается. Они до сих пор не могут сойтись во мнении, эффективны ли такие средства защиты вообще. Некоторые говорят, что на ткани при длительном ношении могут размножаться разные бактерии, например, стафилококки. Также наличие маски может создать мнимое ощущение защищённости от вируса, из-за чего человек может потерять бдительность. Кто-то считает, что медицинские маски просто неудобные. «Они сделаны из бумаги и пластика. Они колются и не были разработаны для длительного ношения». Другие учёные считают, что важно знать, как правильно носить маску. Она должна плотно прилегать к лицу со всех сторон. «В большинстве случаев воздух выходит не через маску, а снизу, сверху и по бокам. То есть вы не заразите людей, которые стоят перед вами. Но воздух будет идти в стороны, и вы можете заразить людей позади». Учёные отмечают, что маски задерживают капельки влаги, которые попадают в воздух при кашле, чихании и просто разговоре или дыхании. Однако вирус может распространяться и на более мелких аэрозольных частицах. Поэтому стопроцентные защиты маски обеспечить не могут. Они говорят, что важно придерживаться социальной дистанции и чаще мыть руки.